Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Заболевания с раком яичника существенно ниже среди женщин, существенно ниже, чем такие социально значимые заболевания, как рак молочной железы, рак легкого, рак толстой кишки. Но данное заболевание существенно и более агрессивно протекает, быстро рецидивирует, метастазирует и приводит к летальному исходу. Ну и самое главное, что развитие каждого пятого случая рака яичника сопряжено с наличием тех или иных наследственных мутаций. Треть семейных случаев рака яичника обусловлен мутацией в гене БРК. Важно, что 90% всех случаев мутации в гене БРК возникают всего лишь в одной позиции, это инсерция в позиции 53-82. Это приводит к сдвигу рамки считывания, и в свою очередь это существенно упрощает скрининг наследственных мутаций в пределах Российской Федерации. Если мы говорим о морфологических особенностях БРК-ассоциированных опухолях, то в двух-третьих случаях выявляется серозная карцинома Хай-Грей. Особую популярность и известность проблем у наследственных карцином яичника это стало доступно и известно большим словам населения после того, как известная актриса Анжелина Джоли выполнила профилактическую мастектомию, превентивную после того, как ей стало известно о наличии мутаций в гене БРК. В чем суть терапевтического окна? Дело в том, что каждая клетка содержит две копии каждого гена. У здорового человека это две работоспособные копии. У человека с наследственной мутацией в гене БРК одна копия содержит мутацию, она неактивна. Поэтому репарации нуклеиновых кислот происходят за счет второй копии. В случае злокачественной трансформации происходит соматическая утрата второй копии гена, вследствие чего клетка утрачивает способность к репарации, в которой возникают повреждения нуклеиновых кислот под воздействием препаратов платины, утрачивается способность к репарации и развивается апоптос. В этом суть терапевтического окна. Дело в том, что современно комбинированная терапия рака яичника включает в себя, это многоэтапный процесс, он включает в себя проведение неодевантной платиносодержащей полихимиотерапии, после чего проводится, как правило, это 3-6 циклов, после чего проводится хирургическое вмешательство пангистеректомии и затем несколько циклов одевантной полихимиотерапии. Вот между операцией одевантной полихимиотерапии фигурирует патоморфолог со стандартным исследованием удаленного препарата. Ключевая задача для клинициста – это кому, когда и сколько проводить неодевантную полихимиотерапию и одевантную полихимиотерапию. Потому что, с одной стороны, сторонники проведения неодевантной химиотерапии говорят о том, что это необходимо производить, поскольку снижается объем опхоли, мы можем выполнить операцию. С другой стороны, с научной точки зрения, это модель, которая позволяет провести тест инвиво на чувствительность к опухолевым препаратам. Противники проведения одевантной химиотерапии сомневаются в том, что лекарственный препарат может эффективно проникнуть в кистосно-трансформированную опухоль, размер которой может превышать 50 см. С другой стороны, в настоящее время неодевантная химиотерапия – это терапия выборов в тех случаях, когда циториодуктивная операция невозможна по каким-то объективным причинам, присутствует высокий риск переоперативных осложнений, либо существуют некие иные ограничения, в том числе квалификация хирурга, наличие отделения интенсивной терапии и так далее. Каким образом мы можем оценить эффективность проводимой неодевантной химиотерапии? Самое простое – это оценить размеры опухоли до лечения и после лечения, то есть оценить так называемый клинический регресс опухоли. Таким образом, в исследовании было включено 225 больных, которые проходили лечение в Институте онкологии за 13 лет с 2000 по 2013 год. Им проводилась неодевантная химиотерапия, после чего была произведена оценка, был оценен клинический регресс по шкале РЕЦИСТ. На диаграмме приведены результаты по шкале АПЦИС в случае наследственного рака контрольной группы. Наследственный рак был выявлено 35 арцином с наследственной мутацией в гене БРК. И вы можете обратить внимание, по шкале ординат – это от 0 до 100% увеличение размера опухоли и от 0 до 100% уменьшение размера опухоли. И вы видите, что в группе наследственных карцином количество полных и частичных ответов опухоли существенно выше, чем в контрольной группе. Но, несмотря на это, практически все пациенты в конечном итоге рецидируют, в том числе и с полным клиническим ответом. И ведь каково логический вывод из всего происходящего? У нас есть большая опухоль. Мы назначили стандартную наодевантную химиотерапию. После этого размер опухоли уменьшился. Следовательно, мы что делаем? Мы продолжаем ту же самую химиотерапию. Логично? Кажется, что да. Дальше. Второй способ, как мы можем оценить наодевантную химиотерапию? Это произвести оценку патоморофологического регресса опухолиечника. Мы воспользовались классификацией предложенной бокс с авторами, поскольку она проста и воспроизводима. Выделяя три степени регресса опухоли. Первая степень, когда присутствуют поля опухоли, отсутствуют некрозы, вторичная десмопластическая реакция, строму и воспалительная реакция. Третья степень, когда опухолевые клетки либо отсутствуют, либо их размер не превышает 2 мм на фоне выраженной десмопластической реакции, строму и воспалительных изменений. И вторая степень, когда присутствуют так или иначе опухолевые элементы на фоне десмопластики и вторичной воспалительной реакции. На слайде представлен дизайн исследования. У него были включены 151 больная, которая проходила лечение в течение 13 лет в институте онкологии. Им было пройдено платиносодержащая неодевантная полихимиотерапия, пангистеректомия, после чего произведена патоморфологическая оценка степени регресса опхоли и произведена оценка продолжительности бесплатинного интервала. Коллеги, время, что такое бесплатный интервал? Это время от проведения последнего цикла химиотерапии до наступления рецидива. Вот этот промежуток времени. Продолжительность этого промежутка времени является ключевым показателем эффективности неодевантной химиотерапии. И что мы получили? Вот, посмотрите. Группа наследственных карцином, контрольная группа. В группе наследственных карцином с БРК, ассоциированных карцином, количество умеренных и выраженных патоморфологических ответов было существенно выше, чем в контрольной группе. Эти различия статистически достоверны. В группе наследственных карцином количество ответов приближалось к 90%, там 86%. И в контрольной группе едва превысило 50%. С другой стороны, длительность бесплатного интервала наследственных опухолей яичника была выше, чем в контрольной группе. Различия статистически достоверны. С статистической точки зрения продолжительность бесплатного интервала почти в два раза выше. Но, если по существу, то это всего у нас выигрыш-то 3 месяца. Это не так много. Это не то, что мы ожидали. Несмотря на то, что у нас есть препарат чувствительное опухоле и терапевтическое окно. И то, что действительно может огорчить морфолога, то, что опухоль, БРК-ассоциированная опухоль с степенью регресса 1, продолжительность бесплатного интервала ничем не отличается от опухоли с степенью регресса 3. Таким образом, проведение оценки патоморфологического регресса клинически нецелесообразно. Нет никакого смысла. Это лишено. Другое дело, если мы оцениваем патоморфологический регресс метастатического поражения сальника, что и проводил Бог в оригинальном исследовании. Да, мы получили статистически достоверные различия продолжительности бесплатного интервала в группе наследственных карцином с степенью регресса 1, то есть когда ответ опухоли отсутствует. И по сравнению с теми случаями, когда мы наблюдаем умеренный либо выраженный ответ. Но в связи с тем, что мы имеем небольшое количество наблюдений, мы будем интерпретировать полученные результаты весьма аккуратно. Вследствие чего выигрыш продолжительности бесплатного интервала невелик. Скорее всего, это так или иначе связано с внутриопухолевой гетерогенностью. Конечно, оптимально получить полный патоморфологический регресс, но скорее всего мы имеем дело либо с генетической гетерогенностью, либо с фенотипической гетерогенностью. Если отлично на секунду и вообще поразмышлять о патоморфологическом регрессе в целом, то в настоящее время клиницистами, и это утверждено, между прочим, руководством FDA по использованию полного патоморфологического ответа в индустрии в качестве конечной точки для клинических исследований, им интерес представляет исключительно полный патоморфологический регресс и все остальное. Все, что мы делаем остальное в настоящее время, я повторюсь, это работа на мусорную корзину. Уважаемые коллеги, для определения внутриопухолевой гетерогенности мы использовали материал у больных, взятых до начала лечения из асцетической жидкости. Мы взяли опухолевые клетки и взяли опухолевые клетки из операционного препарата. После чего мы произвели микродиссекцию под контролем световой микроскопии, а в ряде случаев мы повторили лазерную микродиссекцию, и произвели оценку молекулярного статуса гена БРК, и в 65% пар случаев мы выявили восстановление функции гена БРК-1. Как это возможно? Посмотрите, вот как выглядит опухолевая клетка. Опухолевая клетка до начала лечения. Напоминаю, у нас две копии генов. Одна мутирована, вторая в ходе с блокадочной трансформации утрачивается. И мы наблюдаем в опухолевой клетке один красный сигнал. И посмотрите, из каких клеток состоит опухоль после лечения. Мы наблюдаем, что у нас присутствует вторая аллель гена, которая обеспечивает резистентность к проводимой неодевантной платиносодержащей химиотерапии. Существенно, что мы не стали свидетелями ошибки микродисекции, поскольку мы выполняли фиш-анализ и также дополнительные молекулярные методы проводились дополнительные исследования, которые подтверждают, что до и после в материале были опухолевые элементы. Таким образом, мы наблюдали, что из двух возможных вариантов приспособления опухоли к проводимой неодевантной химиотерапии развивается экспансия опухолевой массы клетками, которые резистентны к специфической терапии. То есть, в опухоли присутствуют две популяции клеток. Одна многочисленная, имеющая дефицит функций гена БРК, и второй клон, в которой сохранена функция гена БРК. И таким образом, раньше считалось, что для того, чтобы сменилась популяция клеток, необходимы годы. Все верно? А мы показали то, что это происходит в течение нескольких недель. И это существенно. Какие же ключевые выводы и перспективы? То, что опухоли, БРК, позитивные опухоли, содержат фракцию клеток, сохраненной функцией БРК-1. А следовательно, что сейчас является авангардом исследований наследственных парцином яичника, это использование парпингибиторов. Дорогостоящая терапия, назначение которых сопровождается длительным, это должно производиться длительное время. А результаты исследований демонстрируют, что селекция, вернее экспансия клеток происходит в течение нескольких недель. Другое то, что неодевантная химиотерапия приводит к очень быстрому замещению опухолевой массы клетками, сохраненной функцией БРК. И, скорее всего, это то объяснение, почему так быстро развивается рецидив, несмотря на то, что мы еще после операции проводим адевантную терапию. А следовательно, скорее всего, это потенциально влечет за собой изменение алгоритмов лечения данных групп у больных, поскольку неодевантная терапия, аодевантная, скорее всего, должны друг от друга отличаться. Уважаемые коллеги, я представил результаты коллективной деятельности четырех научных коллективов из России, Белоруссии и Финляндии. Благодарю за внимание. Спасибо. Аплодисменты.